Следующая тема нашей лекции – этнопсихологические проблемы исследования личности. Определяющая роль социальной среды в развитии психологии, в частности зарубежной, определялась пониманием социализации. А в советской психологии Выгодским была выдвинута идея культурно-исторической концепции, согласно которой под воздействием общественно-исторических факторов преобразуются природные механизмы психических процессов в результате усвоения культуры и общения с людьми. В то же время социализация означает не только усвоение определенных знаний. В процессе жизнедеятельности формируются навыки поведения как субъекта сознательной действительности. Со временем происходит накопление социального опыта, который является источником психического развития людей. В психологии развития широкое распространение получает сравнительно культурные исследования. Все основные теории – это теория интеллектуального развития Пиаже, теория морального развития Колберга, эпигенетическая концепция жизненного пути Эриксона. До наших дней подвергаются проверке все в новых и новых культурах. Но какие бы проблемы ни изучались, все они взаимосвязаны и отличаются такой особенностью, как вхождение ребенка в культуру своего народа. По-другому – это понятие инкультурализации. Процесс инкультурализации начинается с самого момента зарождения, с приобретением человеком духовных навыков, освоения речи, а заканчивается, можно сказать, со смертью. В настоящее время в этнопсихологии используется еще одно понятие – это культурная трансмиссия, включающая в себя процессы инкультурации и социализации, и представляющие собой механизмы, с помощью которого эпическая группа передается по наследству как бы своим новым членам группы, прежде всего детям. Используя культурную трансмиссию, группа может увыковечить свои особенности в последующих поколениях с помощью основных механизмов научения, или, как говорят в зарубежной психологии, learning and teaching. Обычно выделяется три вида трансмиссии. Первое – это вертикальная трансмиссия, то есть в процессе которой культурные ценности, умения, верования и тому подобное передаются от родителей к детям. Второе – это горизонтальная трансмиссия, когда от рождения до взрослости ребенок осваивает социальный опыт и традиции культуры в общении со сверстниками. Третье – это непрямая трансмиссия, при которой индивид обучается в специализированных институтах социализации, то есть школах, вузах, а также на практике, то есть у окружающих, помимо родителей, взрослых, то есть родственников, старших членов общины, соседей и тому подобное. Этнография детства. Первыми культуро-антропологии, процессы развития личности стали целенаправленно изучать приверженцы концепции культуры и личности. Первым теоретиком этого направления был кординер, который рассматривал самый ранний период жизни человека как время, когда формируется основа его личности. Маргарет Митт была твердо убеждена, что культура является главным фактором, который учит людей, как думать, чувствовать и действовать в обществе. Как и кординер, появление тех или иных черт характера она напрямую связывает со спецификой социализации. Иными словами, Митт приходит к выводу, что агрессивность возникает из-за недостатка любви и заботы, а внимание и нежность прямо ведут к доброжелательности и пацифизму. Создание вокруг ребенка атмосферы любви и внимания является необходимым условием для формирования полноценного члена семьи или общества как воинственно настроенного, так и миролюбивого. Но почему тогда вырастают агрессорами одни, а другие – пацифистами? По мнению Эйбл Эйбесфелда, это происходит из-за разного отношения в культурах к агрессивности. Она убеждена, что воспитание, лишенное ласки, создает ущербную личность, которая не чувствует привязанности к своей культуре. Следующий исследователь Ронер выделил три типа возможного отношения родителей к ребенку. Первое – понимание теплых отношений и любовь. Второе – враждебность и агрессия. И третье – индифферентность, которые в разной степени характеризуют культуры и связаны с другими измерениями родительского понимания, в частности, с родительским контролем. То есть это зависит от степени строгости или вседозволенности в тех или иных культурах. Согласно эмпирическим данным в культурах, где строгий родительский контроль превалирует, например, в Корее, он воспринимается детьми и подростками как норма, а следовательно, как родительская заботливость, а вовсе не как отвержение и отсутствие любви. В тех же культурах, где, как и в современной Германии, высоко оценивается снисходительное поведение родителей, строгий контроль воспринимается детьми как отвержение. Есть очень важный вопрос по теме психологии личности в этнопсихологии – это сравнительно культурное изучение социализации. При проведении исследований используются этнографические архивы. Еще в 30-х годах была создана региональная картотека человеческих отношений, которую собирали в Ельском университете Соединенных Штатов. Материал картотеки содержит сведения об изучавшихся этнологами культурах и классифицированных по различным признакам – географическим, то есть идут описания культуры, по предметному признаку, то есть общее описание культурных материалов. Если говорить, например, о предметной классификации, то она содержит 79 тематических разделов, считающихся универсальными, которые в свою очередь сгруппированы в 8 более широких категорий. То есть здесь и общие характеристики, то есть даются сведения по библиографии, по методам изучения, географии, языку. Здесь и сведения по еде, одежде, жилище, технологии, экономике, средствам передвижения, а также есть сведения по индивидуальной семейной деятельности, общине, правительстве, о благосостоянии, религии, науке, сексе и жизненных циклах. То есть об этом более подробно можно узнать в исследовании Берри. Следующий вопрос, ответ на который искали американские исследователи, это вопрос, который заключается в следующем. Почему общность выбирает ту или иную практику воспитания? Они предположили, что группа заинтересована в воспитании детей, то в первую очередь тех качеств, которые им пригодятся во взрослой жизни, в обществе с определенным типом хозяйственной деятельности. Впрочем, можно привести примеры, опровергающие гипотезу американских ученых. В частности, в наши дни значение анализируемой концепции для архивных исследований не подвергаются сомнению и многое признано как бы слишком упрощенным. Например, традиционно японское воспитание действительно направлено на формирование дисциплинированности послушания. Но одновременно во многих исследованиях выявлено, что для японцев характерны стремления к достижениям. Как справедливо считал советский психолог Игорь Семенович Кон, стиль воспитания в наименьшей степени, чем от содержания хозяйственной деятельности, зависит от многих других факторов. Это социальные структуры общества, от структуры семьи и тому подобное. В сложных культурах со множеством различных ролей в иерархической структуре, где даже родственники зачастую выступают в качестве конкурентов, где даже более полезными оказывается умение добиваться помощи для достижения своих целей и еще такая особенность, как развитие эгоистической доминантности. Поэтому, готовя детей к роли взрослых, родители воспитывают в ней дух соревновательности и стремления к достижениям. Это было отмечено в исследованиях психолога Кона. А в культурах, где сохранились традиции большой семьи, это в Индии, Кении, Японии, дети часто проявляли агрессивность, то есть им чаще делали замечания, нападали. Иными словами, структура семьи влияет на то, какие правила взрослого поведения передаются детям в процессе социализации. Кроме архивных и полевых, проводятся экспериментальные исследования межкультурных различий, практики воспитания детей. Один из самых известных сравнительно культурных экспериментов был проведен в 70-х годах под руководством канадского исследователя Ламберта обнаружила, что строгость родителей, прежде всего, зависит от их социального поведения. И в нашем недавнем прошлом имелся частичный аналог процесса инициации. То есть развитие человека, вот ребенка до взрослости, сопровождалось приобщением к ценностями коммунистической партии. И мы были свидетелями ступеней социализации. Октябрёнок, пионер, комсомолец, член КПСС. И вот эти ступени носили ритуальный характер и забиловали проверками и испытаниями. И только человек, вступивший в партию, считался полностью и окончательно социализированным членом общества. Но такая инициация затрагивала только один и не самый главный аспект жизни человека, идеологический. Особенность подлинной инициации состоит в том, что ее обряды обращены к личности, к ее целостности, то есть и к духу, телу, социальному статусу и приводят к полной смене социальной идентичности. Говоря о личности, необходимо затронуть вопрос ценностных ориентаций, как структурных элементов национальной психологии. Проблема ценности в XX веке. Выдвинула число наиболее важных и актуальных. Это объясняется тем, что она связана с фундаментальными вопросами человеческого бытия. Дело в том, что предметы явления окружающего нас мира не только обладают объективными свойствами, но и находятся в определенных связях с человеком, способствуя или препятствуя достижению поставленных им целей, осуществлению его жизненных планов. Поэтому человек не просто познает мир и явления действительности, но и оценивает их с точки зрения своих стремлений, своих потребностей и интересов. И отсюда очень важна проблема ценностей, ценностного отношения в наше время. Следующая тема – это национальный характер и психический склад. Во-первых, необходимо обратить внимание на то, что представляется совершенно очевидным, что характер этноса – это не сумма характеров отдельных его представителей, а фиксация типических целей, которые присутствуют в разной степени и в разных сочетаниях у значительного числа индивидов. Поэтому прав психолог Кон, подтверждающий, чтобы понять характер народа, говорил он, нужно изучать прежде всего его историю, общественный строй и культуру. Второй подход к проблеме национального характера – это недопустимо рассматривать какие-либо черты достоянием отдельных этнических общностей. Уникальны не черты, не сумма, а структура самого характера. В последнее время стали говорить о понятии национальный характер и заменяли его понятием ментальность. Ментальность – это система образов, которые лежат в основе человеческих представлений о мире, о своем месте в этом мире и, следовательно, определяют поступки и поведение людей. Часто национальный характер отождествляют понятием «менталитет». Слово «менталитет» латинского происхождения означает «духовный мир человека», «образ жизни». Одни исследователи связывают данное понятие со стилем мышления, однако нельзя ограничивать жизненный мир только мыслительными процессами. Другие ученые отождествляют менталитет с национальным характером народа, но национальный характер, как уникальное сочетание инвариантных свойств личности, является только частью менталитета определенного этноса. Основным компонентом структуры содержания этно-психологии является национальное самосознание, с помощью которого этническая общность становится активным субъектом. Оно представляет собой систему взглядов, идей, представлений этнической группы, возникающих на основе взаимодействия с другими этническими группами, а также состояния и формы самовыделения своей этнической группы. То есть, другими словами, национальное самосознание – это познание нации своей собственной этнической сущности, осознание того, какое место и положение она занимает в системе межнациональных отношений. Этническое самосознание возникает в рамках этнического сознания. В реальной действительности оно выступает как единое целое, как форма отражения этносом своего единства и отличия от других этнических групп. В отличие от национального сознания, которое проявляется на уровне нации, национальное самосознание проявляется на уровне индивида и групп. С этой точки зрения этническая принадлежность представляет собой один из структурных элементов национального самосознания. В ней определенную роль играет осознание общности языка, традиции, обычаев, этнической территории. Сознание национальной принадлежности может сохраняться, передаваться по наследству от поколения к поколению, даже тогда, когда представители определенной этнической группы утратили свой язык, культуру, территории. По поводу самого понятия существуют разногласия. Например, Рогачев и Сверлин рассматривают национальное самознание как элемент идеологии. Джунусов включает его в понятие нации. Калтахчан указывает на отличие национального самосознания от национального сознания. Цамирьян отрицает значение национального самосознания, а Джандильдин, в отличие от Брамлея, против включения сознания этнической принадлежности в число признаков нации. Как мы видим, существуют разногласия по поводу данного понятия, различные подходы к его пониманию. Этническое самосознание фиксируется главным образом в форме конкретного названия народа или этноса, этнонима, что свидетельствует об осознанности членами этноса, их единства и отличия от других членов этнических общинств. Оно не является врожденным, а формируется личностью в процессе его жизни в социальной среде. В соответствии с данной структурой в этническом самосознании можно выделить два уровня. Первый уровень – типологический, на котором формируется представление об этнических особенностях личности и, в частности, определяется тем, что члены этнической группы осознают общие социальные признаки, что их группа не является для них признаком единства. И второй подход – идентификационный, на котором формируется этническая самоидентификация, то есть идентификация с определенной этнической общностью, которая проявляется в самом насосознании. Это выражается в том, что члены группы осознают свою принадлежность к ней и сознательно выделяют свою и чужую группу, что находит свое проявление в представлениях «мы» и «они». Первые два компонента отражают типологический уровень, а последний – идентификационный. Таким образом, в исследованиях Хатинец, Вяткина представлено новое видение проблемой структуры содержания этнического самосознания. То есть самосознание выступает как способ самоактуализации этнической индивидуальности в социуме. Оно является результатом осознания влияния факторов, обуславливающих формирование этнической общности, в результате которого знания и представления об объекте взаимодействуют со свойствами индивидуальности. То есть, другими словами, этническое самосознание – это система осознанных представлений, оценок об этнической общности и о себе. И другой подход к содержанию национального самосознания представлен исследованием исторической памяти. Здесь можно выделить исследования Калмарзаева, Даждамирова, Кандимаа. И в качестве обсуждения выделяет еще осознание национальных интересов и потребностей. Это подход, который обозначен Джангарачевой. И кроме того, что мы говорили выше, в структуру этой психологии входит также в традиции и обычаи. Продолжение следует... Продолжение следует...